Добрый вечер всем! Меня зовут Устэм Далутов. Так мне нужно будет каждый раз ходить сюда и нажимать слайды. Я научный сотрудник высшей школы ТИС. Лаборатория у нас называется Social and Urban Computing Group. Это международная лаборатория, возглавляемая итальянским профессором. И сегодня я презентую нашу научную работу, одно из направлений нашей научной работы. И постараюсь сделать это максимально интересно, доступно и понятно. Сразу я хочу принести несколько извинений. Во-первых, там будет довольно много английских терминов, которые мы используем. Вообще работа у нас ведется на английском, поэтому все термины у нас тоже английские. И перевозить их особо смысла нет, потому что на русском они особо смысла... По-русски они не очень хорошо звучат. И второе извинение, то, что это немножко далеко от математики. Это чисто IT. Я сразу предупреждаю и еще раз извиняюсь. Ну и еще хотел сказать, что я читаю курс интернет-вещей в высшей школе IT. То есть моя основная деятельность это научная. И я посредством читаю лекции. И я должен сказать, что наконец-то я дорос до этой аудитории. Наконец-то. То есть я здесь провел много-много часов. Сегодня мой дебют в этой аудитории. Так, начнем. А, вернее, нет. От обычной модели к модели совместных вычислений. Sharing Computing. То есть будем придерживаться вот этого слогана. Начнем с обычных вычислений и закончим тем, чем мы, собственно, и занимаемся. Совместные вычисления. Ну, обычные вычисления, да, это такой популярный сейчас термин. Все уже слышали, все, наверное, могут как-то объяснить, что это такое. Но, возможно, не все понимают, откуда это все пришло, как это все развивалось. На самом деле, все это очень давно. Это все не ново. Все началось в 61-м году. Ученый профессор Джон Маккальти, который высказал такую идею, что компьютерные ресурсы, они должны предоставляться нам точно так же, как электричество, как вода, как газ. То есть в виде каких-то коммунальных услуг. Нужен мне там один гигабайт памяти. Я его просто там покупаю по трубе, да, включая экран, и вот у меня есть гигабайт, за что я, соответственно, готов платить какие-то деньги по счету. Вот это было в 61-м году. Это уже почти 60 лет назад. И с тех пор, не почти, а больше 60 лет назад, и с тех пор облачные объяснения прошли вот такой долгий путь. Сначала были такие мейнфреймы, да, если вы видите, там на экране огромная комната размером с... Вернее, огромный компьютер размером с новую комнату. Потом в 70-х пришли персональные компьютеры первые. То есть вот этот вот компьютер в 70-х примерно равен по вычислительной мощности тому, что было в 60-х всей комнате. В 80-х у нас пришли такие распределенные модели, да, когда у нас есть клиент, клиентские устройства есть, такие серверные. 90-е – это эра интернета, развитие сетевых технологий, появляются первые сайты. И 2000-е появились технологии виртуализации. Ну, грубо говоря, виртуализация – это когда на одном физическом устройстве, на одном сервере можно запустить несколько операционных систем, и, соответственно, может быть, несколько там пользователей, они такие изолированы друг от друга. Вот, это в первом приближении, что такое виртуализация. Ну и в 2010-м мы пришли к облачным вычислениям, да, то есть за 60 с лишним лет от вот этого там предложения в 61-м году мы пришли к эпохе облачных вычислений, когда все IT, по большому счету, на сегодняшний день так или иначе связано с каким-то, какие-то свои компоненты, они, эти компоненты крутятся в облаке, да, то есть есть какие-то основные модели доставки этих облачных сервисов, не знаю, слушали вы или нет, это инфраструктура как сервис, платформа как сервис и программное приложение как сервис. И различные модели развертывания. Это облачные, публичные облака, это когда можно вот внутри университета, например, у нас есть, можно запустить частное облако, к которому доступ будут иметь только там студенты и преподаватели. Есть, прошу прощения, я говорил про частные облака, есть публичные облака, которые там более известны, да, Google, Amazon, Microsoft, то есть доступ, к которым может получить любой пользователь. Есть гибридные модели и так далее. Все это к тому, что облака вот за последние 10 лет развились настолько, что, ну то есть это действительно, это де-факто такой стандарт промышленной организации IT-систем промышленных. То есть это вот на скриншотах лишь небольшие примеры облачных дата-центров от Google, Amazon и Apple в том числе. То есть каждый вот этот вот черный шкаф, это сервер, да, Блэй, по своим учительственным мощностям превосходит все, наверное, учительственные ресурсы всего университета. Ну если не брать там, есть у нас тут еще учительственные центры, мощные, если его не брать, то вот обычные компы, сессии суммируют, то вот они, наверное, равны одному такому шкафчику. А таких шкафчиков миллионы, миллиарды, они занимают футбольные поля. Вот это так, небольшой такой информация для размышления небольшая. Итак, еще раз я повторю, уже третий раз я говорю, что облака, облака везде. То есть любые ваши приложения мобильные, которые требуют подключения к интернету, я на 99% уверен, что они на самом деле используют облака для обработки, для хранения данных, для обмена информацией. И тут на комиссе говорится, что вот прийтили на планетяне к нам, оказывается, все человечество в 2012 году уже отправилось в облака. Это все здорово, это все отлично, то есть это все работает, но так как я занимаюсь наукой, исследованием, это как бы моя профессия, за это мне хватит денег, я должен сомневаться в чем-то, я должен искать проблемы в существующем мире и стараться их решать с разной степенью успешности. Итак, облака – это не всегда быстро. Это требует подключения к интернету, и получается, мы отправляем данные в облако, потом они приходят к нам обратно, проходят секунды, иногда минуты. Ну вот представьте ваше приложение, там Uber, да, Getty, какие-то, где вы там на карте видите локацию себя и каких-то там других объектов. Там, когда вы ждете машину, вы там видите, что вот машина едет, но на самом деле вы видите не там, где она действительно сейчас, а где она была секунд пять назад. То есть информация проходит полный цикл, вот так через интернет, и приходит к вам. Ну что-то вроде, когда мы смотрим там на солнце и видим на самом деле солнце, каким оно было восемь минут назад примерно. То есть там есть такая задержка. Это не всегда быстро, это не всегда безопасно. Опять-таки там, где задействован интернет, где есть такие публичные сети, всегда встает вопрос безопасности. И для облаков, для областных подчислений это до сих пор самый важный фактор, почему они вообще не захватили весь мир еще. И последнее, это не всегда дешево. Да, это классно, что можно платить действительно за те ресурсы, которые вы пользуетесь, стоит такая гибкая модель, гибкая подписка, но все равно это стоит денег, и не всегда это дешево, не всегда деньги эти маленькие и незначительные. И тут я, вернее, мы, наши научные группы, подумали, а что если... То есть основная проблема это как раз интернет-коннекшн, да, соединение между вашим устройством и облаком. Что, если можно как-то минимизировать этот вот сетевой трафик и не отправлять данные в облаков и сети, а обрабатывать их в непосредственно близости от источника, да? То есть это такой вот вопрос или гипотеза, да, которую мы сами себе задали. Вы, наверное, там скажете, да, но этих локальных ресурсов не хватит для обработки, да? То есть у нас на то облака и были придуманы, что они нам предоставляют огромные участиественные мощности, потому что конечные устройства, телефоны, ноутбуки, они просто не в состоянии обработки этих данных. Вот. И отсюда приходит наше решение. То, что мы называем sharing computing. По-русски я довольно коряво перевел совместные вычисления. Ну, это не только вычисления, как и потом я через несколько слайдов покажу, но ключевое слово здесь совместное. Основная идея в том заключается, что вот налево, с левой стороны вы видите, как традиционную модель, да, мы отправляем данные в облака так вертикально, в кавычках, а при нашей такой совместной модели данные можно обрабатывать и хранить вот локально, да, между устройствами. То есть в этом и заключается основная концепция, что мы можем данные обрабатывать локально прямо непосредственно, непосредственно близости от источника этих данных. На самом деле, вот сколько у нас здесь в аудитории? Человек 100, да, есть? Может быть 100? 100. Ну, предположим, нас 100 человек, да? На самом деле вся лекция может уместиться вот в одну сейчас минуту. У каждого из вас есть сейчас мобильный телефон. То есть мобильный телефон, он обладает там гигабайта 3, наверное, да, 2 оперативной памяти, там мощный процессор. И если все это совместить, на самом деле это довольно такой мощный ресурс, который можно использовать и, на мой взгляд, нужно использовать. То есть у вас телефоны сейчас просто лежат, они никем не используются, ваши ресурсы очень там простаивают, грубо говоря. Почему бы нам не взять их, не объединить и какую-нибудь решить классную задачу? Вот, например, там камеры стоят, да, которые снимают. Почему бы эти камеры, например, сейчас автоматически не распознавали мое лицо, мои эмоции, или там не анализировали то, что я говорю, скажем, и, как это называется, анализ человеческой речи, и там записывали, да, за мной стенографировали сразу. Такая задача довольно нетривиальная и требует ресурсов. И вот представьте, что эта камера распределяла бы всю эту задачу на ваш телефон. И все это было в реальном времени, все очень было бы здорово. Вот, это вот коротко вся концепция. Давайте немножко углубимся, я расскажу, что основные факторы, которые вообще позволили нам думать, что это возможно, и позволяют нам все это реализовывать. Начнем с шеринг-эконами. Откуда все это пошло? То есть немножко так отдаленным от IT, от математики, неволе экономика совместного потребления. Давайте я вам прочитаю определение из Википедии. Это экономическая модель, основанная на коллективном использовании товаров и услуг, бартере и аренде вместо владения. Совместное потребление основано на идее, что иногда удобнее платить за временный доступ к продукту, чем владеть этим продуктом. Торговые площадки, основанные на модели совместного потребления, позволяют обмениваться навыками, вещами, услугами, деньгами. Ну, такое нудное определение, которое я своим студентам даю. Все это, на самом деле, гораздо проще проиллюстрировать всем известными сервисами. Airbnb. Все, наверное, знакомы, слышали, что такое Airbnb? Поднимите, пожалуйста, руки, кто не знает, что такое Airbnb. Отлично. Airbnb – это сервис по предоставлению частного жилья. Поехал я из Казани куда-то на все лето, да, я хочу сдать свою квартиру, вот я ее там рекламирую, кто-то приезжает сюда, я получаю это за эти денежки и какую-то комиссию этому сайту. То есть, шеринг экономии, экономика совместного владения, пользования в чистом виде. То есть, кто-то приезжает в мою квартиру, пока она простаивает. То же самое Uber, да. Я предоставляю свой личный автотранспорт другим, да. Global Car, аналогично только, на дальнее расстояние. eBay, интернет-площадка для продажи, покупки пользовательных вещей, да. То есть, я плачу гораздо меньшие деньги, получаю что-то чужую вещь, но я доволен, то есть, меня это устраивает. Есть какие-то версии, что такое DogVacay? Можно посмотреть на вторую часть названия и на логотип DogVacay. Это сервис по... Вы уезжаете в поездку, вам негде оставить своего домашнего питомца. Кто-то там предоставляет такие вот условия. В общем, Airbnb для собак, грубо говоря. Vacation, вот там чемодан и косточка. Кукисто, кукисто. Идеи какие есть у вас? Ну да, что-то с готовкой, что-то с едой. Опять-таки все то же самое. Вот там моя бабушка сидит дома, готовит, ничего не делает. Готовит много, очень много. Вот, и один момент она захотела с этого денежку получить. Она свои услуги рекламирует там. И если у вас офис через дорогу, вы можете прийти к ней пообедать там домашнюю еду за приемлемые деньги. На самом деле все это не очень такое, не новое. Просто вот с развитием IT-технологий, информационной технологии, это получило широкое распространение, стало доступным. То есть вот эта модель, да, совместных обедов еще вот там в начале 20 века Уифа Петрова, кто там читал 12 струльев или Золотой теленок, там они друг друга ходили на совместные обеды. Плавно переходим от экономики к более к айтишным вещам. Волонсир компьютеринг, добровольные вычисления. Добровольные вычисления – это распределенные вычисления с использованием предоставленных добровольно вычислистных ресурсов. Опять-таки такое определение, которое не сразу, наверное, доходит. Лучше я его объясню на примере. Сети at home. Кто знает, что такое сети at home? Раз, два, три, четыре. Отлично. Это был вукопроект масштабный в 90-е годы, хотя он до сих пор продолжается, до того, как появились сети облака, там был вот этот рост вычисительных ресурсов. Каждый желающий мог скачать себе агента, ну, такое приложение, которое, условно говоря, по ночам, в то время, когда вы не пользуетесь компьютером, он бы анализировал космический шум. То есть это был проект университета, американский университет, по-моему, Беркли. Они всем рассылали кусочки космического шума, и ваше приложение на вашем компе должно было анализировать космический шум и найти там закономерность или последовательность. Она бы означала, что мы нашли неземную жизнь. Сети — это Search for Extraterrestrial Intelligence, поиск неземного разума. И с тех пор появилось так множество таких Rosetta at home, DNA at home, Vowat at home, то есть расшифрование цепочек ДНК, расшифрование распознавания образов в картинках из дикой природы, расшифровка протеиновых цепочек и тому подобное. То есть такие задачи, которые нетривиальны, которые требуют ресурсов, и их можно так хорошо распределить, и каждый делает свой кусочек, и потом их просто комбинирует в конце. И все здорово. Следующая концепция — это краудсорсинг. Краудсорсинг, нет, я сейчас не буду это читать. Или нужно так. Краудсорсинг — это привлечение к решению тех или иных проблем инновационной производственной деятельности широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знания и опыта на добровольных началах с применением инфокумуисконных технологий. Очень сложно. Основная концепция — это вы, как человек, как пользователь, обладаете каким-то набором знаний. Каких-то набором знаний и навыков каких-то вот таких вещей, которые вы можете делиться с окружающими. Ну, тут много говорить не надо. Википедия. Википедия — это огромная как раз вот такая вот платформа, где все делятся своим знанием. Есть мнение, что Википедия, ну, ей нельзя доверять, это просто какие-то там левые люди что-то постят. На самом деле, ей можно и нужно доверять, на мой взгляд, потому что это самый такой надежный источник информации, потому что он, эта информация приходит от множества людей. То есть, чем больше людей делят с информацией, тем точнее эта информация, на мой взгляд. То есть, классический пример, опять-таки, booking или trip-advise. Вы заходите, видите отзывы и видите там усредненный рейтинг отеля или там еще гостиницы, какого-то места. То есть, один человек написал, что все плохо, а другой писал, нет, отлично, сложно поверить, да? Когда там тысяча отзывов и в итоге там получается усредненная оценка 4, там 3, то она вполне так адекватно отражает действительность. My Starbucks — это был проект, когда Starbucks собирал отзывы. Они хотели узнать, какой еще им продукт внедритель в меню. То есть, это был довольно успешный проект в Америке. И там действительно, по-моему, у них что-то ввели меню после того, как собрали отзывы со всех. Ну и такой, не совсем может быть, айтишный пример Brexit, да? Люди пришли, выразили мнение, мы выходим из Евросоюза. Тоже своего рода краудсорсинг, референдум был. Очень близкая концепция — краудсенсинг. Сейчас я точно не буду это читать. Краудсенсинг, по сути, все то же самое, что краудсорсинг, но вместо знаний и каких-то навыков, да, мы делимся информацией, которая поступает с наших мобильных каких-то устройств, с каких-то устройств, которые могут чувствовать окружающую среду, какие-то датчики и тому подобное устройство. Ну, сегодня каждое утро, например, я занимаюсь вот таким-то своего рода краудсенсингом. Я смотрю в окошко и смотрю, есть ли люди с зонтиками, и сколько этих людей с зонтиками. Если я вижу там человек 10, и меньше половины из них без зонтов, если больше половины из них без зонтов, я зонт не беру. Если половина из них больше, если больше, если больше половины из них с зонтами, я зонтик беру. Вот вам такой краудсенсинг своего рода. Страва. Страва — это сервис по... Туда, в общем, можно запустить свой GPS-трекинг. Если вы занимаетесь велоспортом, если вы там турист, вы прошли какой-то путь, вы можете там отчитаться, и чтобы другие люди знали, что там действительно можно пройти по тем вот горам, по тем кустам, по тому лесу. Waze — это сервис, где люди, водители делись информацией о дорогах. То есть они могут... Вот здесь вот там, здесь полицейский, здесь там яма, здесь вот там светофор не работает. И в реальном времени вы можете это видеть на карте. Кстати, очень классное приложение, но, по-моему, в России не очень развито. И SmartMate проект — это то, что я непосредственно принимал участие, в котором SmartMate — это SmartMessino. Это город, откуда мой итальянский профессор. Точки вот эти, да, на Google Maps. Есть какие-нибудь идеи? И вот там слово Pothole. Знаете, что такое слово Pothole? Как переводится? Это яма на дорогах. То есть есть пользователь, который ездит на своих автомобилях и с установленным приложением, и в тот момент, когда их автомобиль чувствует вибрацию, ну, грубо говоря, ускорение по оси, какая-то X по оси X, то мы записываем, что там, наверное, яма. Но нам недостаточно, что только один человек. Если у них хоть 10, 100 человек, и каждый отчитался, что там действительно яма, мы отмечаем на карте, что там действительно яма. Ну, там спустя какое-то время, там есть у них срок годности у этих данных, спустя месяц данные эти стираются, если новых не пришло. Ну, значит, яму, наверное, починили. И вот с этих вот устройств, которые что-то там собирают, обрабатывают, главное переходим к интернету вещей, да? То есть вот эта упрощенная схема, у нас есть умные устройства, оснащенные датчиками, оснащенные актуаторами, они подключены к интернету, и у нас есть там какие-то клиентские приложения. То есть весь этот интернет вещей, такая глобальная совокупность, глобальная сеть, она строится вот на вот этих конечных умных устройствах. То есть что такое умное устройство в контексте интернета вещей. Это устройство, которое освещено какими-то мощностями, микропроцессор. Какой-то у них есть интерфейс по подключению, проводной, беспроводной, Bluetooth, Wi-Fi, самые такие распространенные. И у них есть какие-то датчики, возможно, актуаторы для сбора информации в окружающей среде. И график роста этого количества этих устройств, если мы сейчас посмотрим 2016, у нас прошел, было примерно 23 миллиарда устройств, то к 2020 их станет 50 миллиардов прогнозом. И еще тут интересная дата, из 2008 это когда считается зарождение интернет вещей, когда подключенных устройств стало впервые больше, чем население Земли, превысило 6 миллиардов. 2008 год это было. Это я все к чему? Что этих устройств вокруг нас миллионы, скоро станут миллиарды. проектор, там две камеры стоят, у каждого здесь мобильное устройство. Здесь вот я видел какой-то там сервак стоит, у меня ноутбук здесь, колонки, ну колонки, наверное, не очень, смарт, ну в общем вы поняли идею. Все эти устройства, они вокруг нас, они бездействуют и нужно, можно опять-таки и нужно постараться как-то воспользоваться этими устройствами. мобильники, умные дома, умные машины, умные города, дроны, все что угодно. Одна такая очень важная вещь, благодаря которой вообще интернет вещей существует, это МТМ взаимодействие, межмашинное взаимодействие, так называемое. То есть это то, что это технологии такие, собирательное название для всех технологий, которые позволяют общаться машинам напрямую, без без участия каких-то человек, ну без участия людей, без участия операторов. То есть машины могут, устройства могут автоматически там обнаруживать друг друга и начинать общаться, обмениваться данными, да? Ну то есть классические примеры, это когда машина у нас едет, ну не у нас, а где-нибудь в Калифорнии, в Силиконовой долине, и обменивать информацией с умными светофорами, с шокбаумами, с теми же самыми пешеходами. И последнее, что я бы хотел рассказать, что касаемо факторов, да, которые влияют на вот это наш sharing, computing, совместное вычисление, это P2P-сети. То есть я вначале упомянул, когда рассказывал о обычных технологиях, что модель такая устоявшаяся, это клиент-серверная модель. То есть есть централизованный центральный сервер, и есть множество клиентов, которые туда отправляют данные для обработки и хранения. Один большой недостаток это такой вот организации сети, у топологии такой. Это если сервер, центральный компонент у нас отвалится, то и вся сеть, как бы обмен данных полностью прекратится. А P2P-сети, пиринговые сети, они этого недостатка лишены, и все узлы в этой сети, они как бы соединены каждый с каждым. Вот. Количество вот этих усоединений, конечно, возрастает, но она более надежная, эта система. Вот. То есть при P2P-сети, такой вот организации сети, нам не нужен центральный компонент, нам не нужно полбока. Вот. То есть мы можем организовать обмен данными между конечными устройствами напрямую. Мой любимый слайд. Итак, sharing economy, экономика совместного потребления, добровольные вычисления, краудсорсинг, краудсенсинг, интернет вещей, плюс вот эти, да, две сетевые такие вот ремарки, все это смешиваем и получаем наш вот этот вот, наш такой взгляд на вещи, на то, как будет развиваться, я надеюсь, IT, это совместное вычисление. Модель совместных вычислений подразумевает обмен данными между конечными устройствами без передачи этих самых данных по внешнему, это очень важно, возможно, незащищенному или перегруженному каналу связи, а также доступ и совместное использование общих вычислительных ресурсов для решения какой-либо задачи. Я не знаю, вам видно, но там слово википедия должно быть зачеркнуто. Это не из википедии, это я сам сегодня утром придумал, и надеюсь, оно там скоро появится. Но опять-таки, да, я уже сказал, грубо говоря, грубо говоря, по-простому. Мы хотим, чтобы вычисление и хранение данных и обмен данными осуществлялся напрямую между конечными устройствами без какое-то участие центрального компонента, что нам даст прирост в производительности, во-первых, плюс избавит необходимости передачи данных по возможному незащищенному каналу связи. Вот. Какие же ресурсы можно обмениваться с учетом того, с учетом того, рассказал про интернет вещей, что устройств много, все они разные, чем-то оснащены. Ну, во-первых, это традиционные вычисления, какие-то ресурсы для вычисления и обработки данных. Это CPU и это оперативная память. Во-вторых, это для хранения данных, тоже, опять-таки, традиционный очень ресурс. Третье, это сетевые подключения. Ну, для иллюстрации приведу пример, допустим, вот у меня закончился интернет сегодня утром, да, и я хочу чужой интернет, вот, воспользуюсь чем-то чужим мобильным интернетом. И так все прозрачно для меня и для того, у кого я этот интернет ворую, все это происходит. То есть я чей-то чужой ресурс использую для подключения к интернету, к сетей. И последнее, что очень такое специфичное как раз вот к сфере интернет вещей, это ресурсы по сбору сенсорных данных управления контроллерами. То есть я могу как-то напрямую обратиться к, не знаю, к термометру, который есть там у вас в ваших мобильных часах, умных часах, или, вот, например, к видеопотоку там с камеры наружного наблюдения или там, не знаю, гироскоп, или ускорение там с машины. То есть такие вот данные я могу получать. Это то, что именно относится к интернету вещей. Это то, чего в приобычной модели добиться сложно. Ну вот пример, да? Сейчас примеры такие немножко такие утопичные, наверное, или утопические. Утопичные, наверное. Представьте, да, вот первая картинка. Приехаю в незнакомую страну, у меня нет интернета. И бабах, так и просто кто-то со мной поделился интернетом. Все это очень так прозрачно для всех участников этого вот этого такого взаимодействия происходит. То есть у меня есть мобильный интернет, просто чей-то чужой. Или, например, моего канала связи недостаточно, чтобы залить или скачать какой-то там, не знаю, фильм. И одновременно, скажем, все мы начнем качать какой-то фильм, каждый по чуть-чуть скачает, и из-за того, что взаимодействие между устройством в этой отдельной комнате гораздо быстрее, чем скачивает, да, с интернета, то это там фильм, условно говоря, каждый скачает по нему мегабайту и опять в минусе скачается. Другой пример такой тоже немножко автоистичный, это вот дроны, да, вы знаете, что сейчас можно в шлемах, там, VR-технология, вы смотрите картинку в реальном времени от первого лица с дронов. Представьте, что можно так переключаться между этими дронами, есть разных перспектив. То же самое, когда вы там на футболе, вот это моя мечта там, да, попасть на футбол, и видеть там переключиться на какой-то чужой телефон, чтобы сфоткать там кадры из-за ворот, например, да, или вот даже получить кадры с телефона там Тотси, ну, это все такое немножко, еще раз я повторюсь, далекое будущее, а то, чем мы сейчас реально занимаемся, это вот пример, да, который развернут здесь, как вы у нас, это распознавание лиц, подозрительных лиц в нашем кампусе. То есть, есть у нас камера одна, которая сама по себе не способна выполнить распознавание лиц, но у нас есть куча вот таких вот, мы используем Raspberry Pi, это маленькие микрокомпьютеры, то эти кадры, они просто распределяются между устройствами, которые как раз и занимаются распознаванием лиц. В какой-то момент, если там у нас, допустим, растет толпа или толпа ушла куда-то из поля зрения, то мы можем обнаружить и подключить дополнительную камеру, которая нам как раз вот даст нужный обзор. Это производительность. То есть, при такой организации мы раз в пять можем увеличить производительность по сравнению, то есть, первый столбик это то, что у нас реализовано, вторые два столбика это облака Heroku и Amazon. Ну, немножко такие другие области применения, где мы можем тоже развернуться, куда мы пока еще не не залезли, грубо говоря, но куда мы смотрим, в ту сторону мы смотрим. Это беспилотный транспорт, который я уже упомянул, когда автомобили могут между собой общаться, с дорожной инфраструктурой. Это умные городские пространства в целом, то есть, это не только транспорт, но и какие-то офисные помещения, это складские, заводские, то есть, любые пространства, которые должны быть умными в теории. Ну, и вообще, в целом, так, я немножко закрыл текст, это любые пространства, где ограничено сетевое покрытие, то есть, где нельзя на самом деле полагаться на сетевое соединение, например, возможно, какие-то open air концерты большие, где нет покрытия хорошего, мобильного, либо это во время стихийных действий катаклизмов, где просто разрушена вся ростертура, но, тем не менее, необходимо выполнять какие-то IT-задачи, срочные, либо это защищенные секретные объекты, вот у нас есть Пентагон. Вот, на самом деле, это все, о чем я хотел поговорить, я должен еще раз, еще раз я должен повторить, что это всего лишь идея, то есть, это зачатки, это такой vision, это видение наше, к чему мы идем, я намерен не затрону очень много аспектов здесь, то есть, если сейчас начать принимать вопросы, вы мне там все скажете, а как же там безопасность, как это вообще возможно, что вы там получаете доступ к моему мобильнику, это все, да, это все есть, то есть, вообще, шеринг иконами, вот эта экономика совместного владения, она основана на каком-то комьюнити, то есть, у нас есть сообщество, которое добровольно все это предоставляет, то есть, это один из, одно из таких условий существования всего этого, куча экономических факторов, да, как это вы, что убьете сейчас всю облачную индустрию, нет, мы не собираемся этого делать, но мы об этом еще даже не думали, еще что-то я тут хотел сказать, ну, в общем-то, да, то есть, мы работаем над этим, и спасибо вам за внимание, АПЛОДИСМЕНТЫ